Мама Мама Это рок-н-ролл Рок это я Мама Это рок-н-ролл Рок это я Серое пламя Асфальтовых рек Канализации Ионных Вгляд Людков Впаянных В этот век Сквозь них Только вниз Но не Назад Ни шагу Назад Только Вперед Это С тобою Нас Нож Зовет Куда Полетим Вверх Или вниз Это Ответ На Наш Карниз Мы прекрасно понимали, что выживет музыка и слово, и выживет не движение, а искусство. Потому что мы совершенно Осознал я и ребята, что В 92 году мы должны Ну что-то другое играть И Появилась актриса весна Летом, которая была записана очень быстро Съездили мы в Израиль Вот После этого приехали И Что-то как он покатил За одну, что ли, неделю или за две его забахали альбом Актриса весна Он такой легкий альбом Причем он Был записан даже без нервяка, без всякого Просто легко Вот Пришли и сыграли одну песенку там посмотрели У, вроде чего Что такое осень это небо Плачущее небо под ногами В лужах разлетаются птицы с облаками Осень я давно с тобою не был В лужах разлетаются птицы с облаками Осень я давно с тобою не был Многие стали упрекать В какой-то излишней попсовости, что ли Ну Потому что получился такой перевес Вот В песенную сторону Хотя на самом деле Актрису весну вошли Действительно собрали просто все такие песни Более легкие, более лиричные Все их собрали в этот альбом и выпустили У тебя есть сын У меня есть ночь У тебя есть дом У меня лежит дым Над отцом огнем Улетая прочь Он клубится ледом По глазам седых Актриса весна А вообще какой-то так Легкий такой Как так Выброс такой Может они Как бы все вот так вот Выкатывались Все эти песни оттуда Как-то просто Все из тебя Такой Очень хороший альбом Он очень светлый И по содержанию И по музыке Никто не ожидал Что он окажется Таким Наиболее коммерческим Альбомом группы И представил я Город наводнился вдруг Веселыми людьми Вышли все под дождь Гором скотопели И плясали Черт возьми Позабыв про стыд И опасность после С осложнением заболеть Люди под дождем Как салют Встречали гром Весенний Первый гром Это просто песни Которые безусловно Хорошо звучали Как-то так Принимались На концертах Прежде всего Они были записаны И он мне Чем-то напоминает Такую вот Свежесть Как после дождя Когда дождь проходит Такой вот Благость Мне нравится Слава Богу У нас В нашей В нашей Республике В государстве БДТ Такого Как бы мы никогда не преследовали Такой цели Выпускать хитовые альбомы Последнюю осень Ни строчки Ни вздох Последние песни Осыпались летом Прощальным костром Догорает эпоха И мы наблюдаем За денью и светом Последнюю осень Вообще Вообще Когда Задумка Это появился Таком альбоме Это еще по-моему Во время работы Над оттепелью Юра сказал Что надо записать Такой альбом Куда нам все Такие лирические песни Надо собрать Мелодичные Такие Хорошие Романтические Соберем их в один альбом И назовем его джаз Вот Но Когда уже дело дошло Действительно До этого альбома Вот название К нему другое Появилось Актриса весна Актриса весна Да Но тут же есть область Актриса весна Вот Снова на сцене Прямая Легкость Так К примеру Необычайно Легкая Такая парящая Она как перышко Актриса весна После тяжкой болезни Снова на сцене Легким движением Спорхнув На подмостке Оттаявших крыш Читает балет О кошмарной любви И прекрасной Измене Танцует Стихи О коварстве Этой молитвы Обрушилось небо Лавиной тепла Это вот они написали сами Вот эту пластину Она ее оформила рисунком Вдохновила как музей А Юра уже Спел И вложился Это Вот в такой Образ Успен Успен Эльми Мысль Хотя она была младше Мне на 10 лет Она была мудрее И это очень важно Она была для меня Я все с ней сверял Все Соотносил Постоянно советовался И она постоянно Как бы меня Помогала Именно вот Идти в ту сторону Той дорогой По которой Мы до сих пор идем Навалилась Беда На огонь Вода Включила рожу Огонным стеклом Смотрим в дом Я схожу дома Да я схожу дома Я завесил все окна Тяжелым сном Володым ледом Да Правильно говорят люди Питер это вообще вертикаль Он не горизонталь Как в Москве То есть где вот Можно существовать В кружках И всегда цитировал Билинского Который говорил Что Москва это город Где можно ничего не делать И счастливо существовать А Питер это город Где нужно делать Хотя бы ничего Во многом Питер это город Я уже говорил Где невозможно писать Непитерские стихи Невозможно писать Непитерские картины Или петь Непитерские песни То есть он дает Какую-то патину Даже за год Ты уже обрастаешь Этой зеленью Какой-то петербургской Которая Ну иначе здесь не прожить Он Он как-то тебя Не то чтобы строить Но он как-то Он тебя Выпрямляет Вот как Невский проспект Чёрный пет Петербург Питерский петербург Питерский петербург Питерский петербург Стрыны свой спыль Лединые глаза В эту ночь Я вдыхаю Твой каменный запах Пил название Улиц Дамов поезда Здесь просто пространство петербургской культуры, петербургского взгляда на мир, на Россию, матушку. Чёрный пёс Петербург, птичий ужас прохожих, втиснутых в окна ночных фонарей. На Волковском воют волки, похоже, завтра там будет ещё веселее этот зверь. Этот город наводнён художниками и музыкантами, и наводнён людьми идей, кстати, людьми не рвущимися к финансовому благополучию. Деньги никому не мешали, но не ставящих этого главу угла. Чёрный пёс Петербург, это само название, Чёрный пёс Петербург. Прямо Питер, всё, прям вся пластинка. Я вот слушаю, у меня прямо гнила, границ, питерский всё, тропал, ассоциации. Это программа дань этому городу и именно вот этому человеку, живущему в нём. И песни были выбраны, и старые, и новые, и написаны некоторые впервые мною, специально для этой программы. И какое-то размышление о новейшем времени. Новые плакатники, новой войны, новые плакатники, новой войны. Мы до Чёрного пса были нормальная, пьяная, банковая такая, рок-конрольная команда, которые могли в пятак ехать кому угодно, подраться. Было по любому поводу абсолютно. Тут, конечно, в Чёрном псе Юрка был издерживающий фактор. Он где-то в какой-то момент, видимо, подумал, что э-э-э, ну это Юра, наверное, сам расскажет. Но мы почувствовали ветер перемен. То есть Юрка перестал пить и занялся активно спортом. Это можно заметить, по крайней мере, по фильму «Чёрный пёс Петербург». «Чёрный пёс Петербург» закрыл собой именно тот первый, начальный, огромный период из подвалов, из грязи в князи. Вот этот период был закрыт этой программой. И туда вошли в эту программу все лучшие песни, написанные вот с 86-го, с 85-го по 92-й год. Время начало, рок-н-ролла ушло, осталась прическа, да светлая грузь. Не заплыл ко мне хором, утопил своё весло. Я живой на бережку, да мне не уснуть. «Чёрный пёс», я говорю, он в чём-то закрыл какую-то первую часть питерского ДДТ и в чём-то её открыл. Движение дальше – это разворот к образной музыке. Это колоссальный разворот, потому что впервые я сказал замечательную, старую как мир, режиссёрскую фразу. Или дирижёрскую, или композитор сказал, ребята, давайте сыграем снег. Как снег идёт. Давайте попробуем. Вы, никто из вас не видел этих глаз. Вот таких вот, как снег. Давайте сыграем дождь. «Когда идёт дождь, Когда в глаза свет, Проходящих мимо машин И никого нет На дорожных столбах венки, Как маяки Брожитых лет» Группа, игравшая ритм и блюз, в принципе, Вдруг стала отходить от этих рок-н-ролльных традиций В сторону образной музыки, Какие-то моменты джаза, Уже такие достаточно крепкие, Какой-то момент какой-то формальный, по-хорошему музыке, Уже были как бы испробованы нами Вот в этой программе «Чёрный пёс». И там, конечно, Мы, ребята, не все были к этому готовы. Но потом, Какая развернулась, Были эмоции, фантазии, Как Андрей Муратов замечательно играл И фонтанировал, И дядя Миша, И Ляпин, И Вадик Крылёв, И все-все музыканты. Нужно было перестраивать всё, Перестраивать голову, Делать уже не обычный рок-концерт, А театр. А поскольку театралы все были, честно говоря, Довольно сомнительные, Была очень проведена большая работа. Придумали декорацию, Вот этот колодец с этими окнами. Ну, там, конечно, такая Минималистическая декорация, Но очень выразительная. Замечательный художник Орлов Сделал их театрами. «Чёрный пёс» Это какая-то работа со светом, Может быть, не очень удачная, Но всё-таки была какая-то сонография. В «Чёрный пёс» Петербург» У нас тур был всего 12 концертов. Насколько я помню. Это была Москва и Питер, По три, по-моему, концерта. И по три Минск и Киев. Четыре города было. Но зато так, Такие жирные точки были везде. Так, так, бах, 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 бах. И эту программу, как бы, Мы её похоронили. А Юрку несло вперёд просто. Юра сказал, я сейчас сочиню ещё круче. Ещё новую программу. Сделаем уже совсем другое. Так у него какой-то завод пошёл, Вот после «Чёрного пса». Родина, еду я на Родину, Пусть кричат у Родины, А она нам нравится, Спящая красавица, Сволочи доверчива, А ногам, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы сыграли эту программу здесь, На Дворцовой площади. Ну, не только её, Там какую-то мы расширили, Мы ещё добавили в «Чёрную пса». Она как бы была уже устоявшись, И там добавили какие-то песни, Мы три часа на Дворцовой площади поиграли. И во время концерта Юрку несколько раз там закулились. Ну, «Кока-кола» была спонсором, Они его, видимо, затюкали И он сказал, сразу было Пейте Кока-Колу пока Мне больше было удивительно Что вот как эти Александрийский стол И вот как молодежь забралась туда Где начинается сама колонна Каким образом они туда попадают, мне непонятно В «Чёрный пёс» мы играли очень недолго Нам хотелось ещё большего Я сделал ошибку Спросая на Мусоргский, кстати Который я читал позже В своих дневниках предостерегал Так что хорошая программа Пишется, ну, как писал Мусоргский Ну так раз в два года Не больше Потому что есть ещё период накопления Там мы сыграли несколько раз С его «Чёрный пёс» Замечательную программу для того времени И тут же меня просто обуревало Хотел писать новое, новое Думаю, а как я сейчас, сукин сын Напишем сейчас ещё и по крути И уже действительно вскоре мы начали Работать над программой «Это всё» А помнишь эту песенку Что запевали детство мы В подъезде-то на лесенке Стояли наши стороны И свет окном разбавленный Был нам милее солнышко И в ветерок отравленный Глотали мы из горлышка Белая река Это всё просто Она уже как бы такая пластинка Понакатана уже группа имеет определенный персональный уровень Уже такие матерые Волки, грамзаписи Как-то она так записалась Как сейчас помню, в лёд Во всяком случае для меня такие были ощущения Может быть для Юры И для других ребят Такие другие ассоциации Связанные с этим диском У меня вот осталось так Понимаете, вот такое Ну программа такая была Экспериментальная Наглухо Вообще Когда же Я бы сказал, что Сыроватая Попытались играть фанк-музыку Попытались играть Мыслить симфонически Как-то Даже не сказал бы, что там прям симфонизм К тому же Осколки последнего рок-н-ролла Распустилась луна Рухнула ввысь Закрещала любовь По пересохшим углам Поднялась она на смерть Эй, жизнь, брысь Разлито всё Это всё по нам Заскрепели полы Зазвенело окно Да погас свет Был вчера у царя По усам текло А меня нет Работа была очень плотная Альбом был очень сложный И по замыслу, и по музыкальному материалу Он очень разноплановый Разностильный Навороченный музыкально Музыкальными решениями Делался довольно мучительно То есть Были десятки вариантов Аранжировок Но при этом Процесс в радость был всем И Программа состоялась На мой взгляд Один из самых сильных альбомов И концертных программ Особенно помнится, конечно, работа над песнями Правда на правду Лично мне и Белая ночь Потому что там как бы большое участие Скрипки Некоторые сложности были Кому играть, как играть То есть Два скрипача Со своим как бы мышлением Как ты там За чертой Где ты там в тишине Юра сочинил эту вещь И Как бы мне показалось Что Очень похоже действительно На Петербург На Белые ночи И вот Очень хороший клип Мне он очень нравится Снят Когда Не снят Ни один музыкант Не снят Юра Снят только Ночной город Белые ночи И вот эта песня Звучит Без одежда Ждет И просит Любви Это голая Ночь Пропаду я В объятьях Ее Не зови Это огромное кладбище Эти привидения Это Триста лет Усопшего народу Просто Эти тени Бесконечные Людей Живших до нас И живущих С нами рядом Эти призраки В коммуналках Когда туда Въезжаешь Тебя обязательно Ощупывает кто-то Ты говоришь я свой И если ты ему понравился То он тебе больше Не трогает И как бы Дает спать И я это На самой своей шкуре Испытываю Абсолютно физическое Ощущение Она прямо Олицетворение Города нашего Как бы Визитная карточка Помимо тех песен Которые про Питера Еще есть Она мне Наиболее близкая В конце песни Длинная Такая соло Скрипичная Это играет Никита И он его сыграл С первого дубля Просто То есть у него Совпало Это вот состояние Я сразу почувствовал Вот это звучание Что я думаю Сейчас сыграю И сыграю Думаю Хорошо И когда он его играл Все боялись шелохнуться И когда он его доиграл Все закричали Ура Есть Состоялось Такая была Обширная программа Серьезная Очень Вот Ну концертная программа Сколько концертов Из хитов С привлечением Дополнительных Сессионных музыкантов Сестры Капура Принимаю участие Артуров Сипян На гитаре На соло-гитаре Приглашен был Из Москвы Толь Крупнов Вот это как раз было Значит Осень Там Зима Конец 93-го года Побледневшие Листья Окна Зарастают Прозрачной Водой У воды Очень помог нам Поработавший с нами На репетициях Толик Крупнов Он непокойный Безвредный Ушельщик Замечательный Человек Вот Толик Да Он был больше Чем музыкант Это мне всегда В нем нравилось Очень много Музыкальных идей Он внес В эту программу Когда Толик Играл на бас-гитаре Больше ничего Не хотелось Слушать Толик Та На басу Конечно Он же Масист был Такой классный Моторный Такой Масист Это все Что останется После меня Это все Что возьму Я с собой Здравствуйте Спасибо Что вы к нам пришли Следующая песня Российская танго Мы Очень много Сидели В своем подвальчике На студии Но на поверхности Творилось Невообразимое И конечно Октябрь 93-го года Настоящая Гражданская Война О которой Мы пели Еще В 88-м Году В 87-м То есть Она случилась Вот тут История Как бы Происходила При нас Сделали Начальником Крика Звили И жил Своих Пряжу Да на морду Походить Стала Лика А не заметили Мы Эту Кражу Отпустили Грехи Чужим Женам Доставали Небо Из Сито Предлагали Хлеба Иконам Да иконы У нас Давно Сыты Я помню Эту дорогу В Москву Без единой машины Ночью Когда мы Шура и Бровка Рванули Просто ночью В Москву И Вот эта Вот эта Дорога В тумане Вот в это Такое Темное Туманное Будущее Но Уже Была Не душная Ночь Она была Какая-то Холодная Зябкая И прохладная И леденящая Кровь Просто Ночью Российская танка Танцуют вороны Российская танка Эти БТРы на обочине Танки При въезде В Москву Эти посты Военные Милицейские Это Ранняя Москва Утренняя После пуча Кто заправит Эту грязь Снегом Кто припудрит Наше сырое мясо Кто же заправит Этот свет Следом Кто зальет Его из вены Квасом Вот это Москва Дзержинский Незвергнутый Постаменты И так далее Пьяные друзья Счастливые Какие-то Некоторые Не очень Вернулся я домой Под утро И только я Привег Вдруг Из двора У меня двор Такой колодцы В центре Москвы Гопли Я Выглядываю Там бровка стоит И елка Мы приехали Где тут Революция Где тут Чего Давай Мы чуть-чуть Опоздали Но еще Постреливали Подъехали К телевидению Там Оцепление Ребята В масках Все эти Спецназовцы Были И нам Значит Говорят Давай-давай Тут снайперы сидят Так что Как-то очень Серьезно И вот это Все Это кровь На асфальте Это конечно Мне написалась песня Правда на правду Которую Я считаю Наверное Одной из лучших Своих Песен Присвященной Гражданскому В нас И во мне И поступило Предложение Я помню Тогда Я не помню Какой-то праздник Был в Москве А Смерть кинематографа Смерть кинематографа Да Ника Да И пригласили меня С гитарой Ну как бы Что-нибудь спеть Там Ну песню Про осень Да Послушайте Страна Обычно бывает Весь бомон Цвет Вся власть И Ну элита Как сейчас говорят Хотя слово Может быть Ко многим не подходит И спою я всем Эту песню Свой взгляд И взгляд Очень многих На произошедшие события Что Гражданская война Это правда На правду Это абсурд И то что Страну довели До этой Гражданской войны Вот Неправильные действия И с той и с другой Страны Политической И что Занятие политикой И фанатизм А между этим Ничего Фактически нет И Очень часто люди Ныряют в фанатизм И человек Занимающийся политикой И искренне Убежденный в том Что его политическая идея Спасет Россию Всех нас грешных И бабу Маню И дядю Федю И Василия Сержанта И Хиппанамитю И именно если он Придет к власти То он-то как раз И поднимет ее с кальем И когда он так убежден В своей этой Политической правоте Все оппоненты его Становятся врагами его А с врагами нужно Разбираться конкретно У нас в России К этому привыкли Россия очень злая По своему страна И пролилась кровь И И многие-многие Другие мысли об этом Вложил я в эту песню Правда на правду Вера на икону А земля да на цветы Это я Да это ты Страна швыряла Этой, этой ночью Сволочью Закат, когда он На щеке Как водка с горечью И спел я ее тогда Помню этих Эти генералов Членов правительства Юмористов Актеров Политических деятелей Крупнейших бандитов Московских И их девушек И их девушек Общих До всех Красивых Манекенщиц И этих артистов Попсовых И все они как-то Сидели в одном зале И вместе И все они как-то Кому-то хлопали Кому-то не очень И спел я им Этой песни Правда на правду И никто По-моему Из них Ни хера Я ее не понял Вот такой Оскорбленный Не понял И я ее ушел Да С этой сценой А помощь танков Полоткам Давила овощи Аплодисменты Везде Ревело Зрелище И еще Наверное Самая последняя Идеалистическая Мысль Как бы погибла Во мне Может быть Не самая последняя Но одна из Да О том что Да Да Искусство Если ты его так Называешь И вот эта правда Твоя Она еще должна Быть услышана Конечно И ничего Ты мне не объяснишь Ну как-то Я очень Серьезно Переживал Это Вот это Своё выступление И Наблюдая Как публика Стройными рядами Двинулась На фуршеты И неделю назад Вот ливась Так урод И Наблюдаете Красивые фраки Оголенные плечи Тих равнодушных Улыбающихся Очень красивых Внешних людей И как-то Мне стало Тошно Совсем Да Это меня Не меньше Как-то Ломало Чем вот Происходящие Происходившие События Потому что Они были Равноценны Тем событиям Которые происходили У телевидения И у Белого дома На самом деле Да Какое-то Такое Странное Нежелание Как-то Понять Друг друга Стрелял Направо Победе Увидишь Где Еще Разведбак Юра Шевчук К вам приехал Что за Шевчук Группа ДДТ Группа ДДТ А потом Чечня Еще один удар И я как Действительно Как вся наша страна Смолил Вот этот ящик Блин И недоумевал Просто опять 25 Что же это такое Братце Творится И Много Меня спрашивали Об этом Почему я туда поехал Не знаю Художник должен Должен видеть То что он потом Говорит То что он потом Изображает Вот эта потребность Юрьки Она чувствуется Всегда Вот это и вызвало Видимо поездку В Чечню На войну Сидел Пил водку Плакал Ну как-то так Душевно Наблюдая эти кадры И думал Что надо Наверное Самому поехать И увидеть Своими глазами Что там на самом деле Творится Не пройти Мне ответом Там где пуля И вопрос Где каждый взгляд Миллиметр Время пять Папирос Мертвый город Хоронит Свои голоса Потерялись И бродят Между стенам небеса Рождество Наступило В подвале Темно Сколько душ Погубило Напротив окна Я забыл Что в природе Еще что-то есть Шестого Приняли И шестого 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 И вот лежит здесь Два Два Лимонад Два угля Лежит Вот здесь В палатке Которых узнать Невозможно Невозможно Узнать Ну это да Были И вот Среди этих углей Есть два наших Ложки Булах Нет Ложки Я говорю И Лазарев Два угля Должно быть Вы понимаете Мы их не узнаем Мы их не узнаем Вот два угля Они по метру Вот метр Расстоит Высота Пускай же А на утро Выпал снег После долгого огня Этот снег Убил меня Погасил Короткий век Я набрал Его В ладонь Сплюнул В белый Грязь И пыль То ли не был То ли был То ли вечность То ли вонь Когда трупы Приносили Десятками Когда Смотришь Лежит парень Молодой 18-19 лет А у него Одни губы Голова Горбогая Граната попала В голову Нам сказали Мы пошли Но скажу Это на Она никому не нужна За что За какие цели Я до сих пор Не могу понять Я не знаю Это лично Мое За что Легли наши Офицеры За что Легли наши Люди Какие цели Мы преследовали И сколько Кто Кто Об них Скажет Никто А на утро Выпал Свет После Долгого Огня Этот Снег Убил Меня Погаси В двадцатый Век Я Набрал Ему Ладонь Сплюнув Белый Крязь Там я увидел Как раз Вершину Как мне кажется Вот этой вот Политики Новейшей Да То ли Глупый То ли Пьяный То ли Какой-то Ну мягко говоря Бесчеловечный В своей Какой-то Похмельной Неумности Вот И конечно Не то чтобы Я там Разочаровался В нашей Демократии Я просто Руками Развел Да я Проклял Ее Просто Ребят Скажите Кто Это Капитан Марковец Сергей Михайлович Я не знал Живого Марковца Я Его Увидел Только Мертвый Возле Президентского Дворца Перед Грозным Небом Пули Стерты Я Снимал На видео Фасады Обоженных Лиц душ бойцов. Где, какие, отольют награды для уже ненужных храбрецов. Из погон погибшего срывая звезды, будто злое небо с глаз, мне солдат их протянул, кивая. Вот возьми на память вам от нас. Не забудьте эту дрянь дорогу к смерти вынавоженной глуши. У него две дочки. Все же к Богу, видно, он отчаянно спешил. У минутки возле медсамбата, где по пояс рваные дома. И видел я сгоревшего комбата и державу полную дерьма. Дома у меня на книжной полке эти звезды до сих пор болят. Капитана Марковца осколки всех доставшихся сырой зиме ребят. Ту войну нам этой не исправить. Пусть все перебили, что потом? На госдаче мемуары править или же остаться с Марковцом? Ребята, я всех сниму на память. Так, идет съемка, мужики. Все, все, идет, да. Говорите, кто откуда. С Татарстана. Откуда? С города Зеленодольска, с Татарстана. С Болгоград, Юра. С города Калининграда. О, Калининград. Дома. Болгоград. Очень приятно. Из Питера. Оренбург. Урал. Конго. Оренбург. Шкарла Мариел. Командир полка. Болгоград. Умирали пацаны страшно. Умирали пацаны просто. И не каждый был снаружи прекрасный. И не все были высокого роста. Можно не хлопать. Но когда на меня смотрели Эти пыльные глаза человечьи, Не по-птичьи, да не по-овечьи, По-людски они меня грели. А я им пел рок-н-роллые песни, Говорил, все будет нормально. И я кричал им, что мы все вместе. Да как-то слушалось это банально. Чем ближе к смерти, тем чище люди. Чем дальше в тыл, тем жирней генералы. Здесь я видел, что может быть будет С Москвой, Украиной, Уралом. Восемнадцать лет это немного, Когда бродишь по Тверской, да без денег. И не мало, когда сердце стало, От страны тебе пластмассовый веник. Страна поет им рок-н-роллые песни, И говорит, все будет нормально. Страна кричит им, что мы все вместе. Да как-то слушалось это банально. Умирали пацаны просто. Умирали пацаны страшно. И не каждый был высокого роста. И не каждый был снаружи прекрасный. Но если ваш любимый певец После нашей заключительной части, я думаю, Захочет еще раз одну песню исполнить, В начале был ветер, Потом настал я. Вчера было слово, Сегодня земля. На кладбище саром, Где наступали враги, Я кое-что понял О нашей любви. Рожденный в СССР В общем, тяжело началась И печально, и кроваво Наша новейшая история. Вчера были дети Сегодня смерть В глаза твоей собаки И мне страшно смотреть Сегодня победа Пойми и прости Нам ничего не осталось У нас все впереди Рожденный в СССР И вот 93-й, 94-й, 95-й год Как-то так продрало И остатки вот этого Вот этого Игры вот в этот Rolling Stones И вообще все вот в это Они как-то последние, наверное, закончились Потому что мы абсолютно точно С группой осознали, что Что нужно петь за Россию И как-то немножко по-другому И что времена вот этого цирка Как-то они закончились Ты чем дальше, тем круче Ты почти закат Здравствуй, светлая Русь Я твой черный брат К нам вернулась надежда Нам поет доброта Ты вчера был хозяин империи А теперь сирота Эй, рожденный в СССР Эй, рожденный в СССР Рожденный в СССР Эй, рожденный в СССР Субтитры создавал DimaTorzok